МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это ОКНОВКИНО, ваш проводник в мир хорошего кино. В Петербурге отгремел один из важнейших и старейших в стране международных кинофорумов. 34-й фестиваль документальных, короткометражных, игровых, анимационных и экспериментальных фильмов. Послание к человеку. Послание всегда было одним из главнокультурных событий северной столицы. А сегодня фестиваль тем более остается окном не только в мировую документалистику и киноавангард, но и просто в арт-мейнстрим. Глицериновый антихоррор, кино о памятниках Ленину, гидроэлектросчастье. Лишь малая часть программы смотра по обыкновению, показывающего экспериментальные, ни на что не похожие фильмы со всего света, в том числе и из России. Наш обозреватель Елена Боброва совершила настоящий киноподвиг, отсмотрела практически всю программу «Послание к человеку» и теперь подводит свои итоги кинофестиваля, помимо официальных наград. Задуманный когда-то давно как фестиваль документального кино, «Послание к человеку» открылся художественным фильмом, подчеркивая, что трансформировался в мультиформатную площадку, сохранив главное. Идея одна, это все равно послание определенное, оно может быть разным, разнообразным, и в разных жанрах, стилистиках, и это и документальное, прежде всего, киноигровое, анимационное, короткометражное. Конечно, трудно все охватить, но мы предоставляем выбор. Выбор из почти двух сотен разнокалиберных работ – дело непростое. Помимо трех конкурсных программ, фестиваль вместил в себя еще 13 спецпрограмм, лабораторию по нейросетям и спецпоказы. Один из них был посвящен Жванецкому, ироничного взгляда которого не хватало посланию к человеку. Первое правило простое – атакуй, атакуй, атакуй. Фильм о восхождении Трампа, открывший фестиваль «Поперек смотру», на котором не найдешь истории успеха. Очень сложно снимать кино про людей без проблем, бытовых, эксценциальных. Они не допускают до себя, они не открываются, это просто стена. Да, есть такая проблема, действительно, и причем это проблема глобальная. Сколько фильмов как раз про инклюзию, или про людей, потерявшие дома, или, я не знаю, про людей, искореженных, искореченных жизнью и так далее. Они заинтересованы во внимании к себе. А средний класс – ему это просто не надо. И поэтому его так сложно снимать. На экранах послания к человеку царило умирание, страх, отчаяние, энтропия. Прогресс – ничто. Человек по-прежнему безнадежно уязвим. Наглядно показывает Фрэнк Хитт, смонтировав видео из рекламных и социальных роликов, как противостоять различным угрозам. Кто-то ищет спасения в уединении в горах Шотландии, а кто-то, как эмигрант из Панамы, предпочитает оставить жену и стать рептилией. А иначе погружаешься в ночь, как марокканские беженцы, мечтающие уплыть в Европу в тщетной надежде, обрести рай. Но фестиваль не только фиксирует боль, он не забывает и о послании. Ощущение того, что мир больше, чем он тебе грезится. И что даже внутри есть один фильм «Яблочный уксус», с которым открывается программа, фильм про камень из почки, который изучает человека, которого этот камень из почки вынули. И героиня, главное, она понимает, что этот камень такой же, какой в вулканах, какой в каких-то копиях. И она изучает камни. И понимает, что камни – это огромный мир, на который мы просто не обращаем внимания. Есть мир вокруг нас, и мы с ним должны жить в единой какой-то жизни и не замыкаться исключительно на себе. Хотя мир внутри нас тоже огромный. «Минерал» оказался краеугольной фигурой фестиваля, став героем нескольких картин в разных программах. И символично, что именно «Гранит» в основе приза памяти документалиста Александра Расторгуева, который традиционно вручает фильму национального конкурса. В этот раз картине у ветра нет хвоста. За смелость говорить о судьбе исчезающих народов. Каждый год на протяжении семи лет с трагической смерти Александра Расторгуева и его друзья находят по всему миру камни, которые становятся основой для награды, которую вручают на фестивале «Послание к человеку». И в этом году камень, который вручают – это алавердинский гранит, который был найден его друзьями в Армении. Но не случайен выбор простого зрителя, проголосовавшего за картину против ветра. Все мы ощущаем себя ее героиней, которая со своей бригадой пытается оживить некогда цветущую Ногайскую степь, превратившуюся в пустыню. Втыкая в песок прутья, Гульфира не теряет надежду, что кустарник приживется и остановит песок. Одна молодежь. Много села поехали. Много ребят. Что ж, 34-й фестиваль «Послание к человеку» завершился и вернется уже в свой юбилейный год. Кстати, свой юбилей 30-летний в этом году отметил другой киносмотр «Литература и кино», который середины 90-х годов проходит в Гатчине. С недавних пор его президентом является известный петербургский актер Владимир Литвинов. О новых проектах и не только актер рассказал в интервью нашей программе. Стекольников, если ты метишь в актеры, то они сейчас с горы метят в тебя. Так что вы, ребята, каски-то оденьте, пожалуйста. Слушайте, не могу вас, Владимир Владимирович, спросить про тот жуткий момент вашей биографии, который случился в Афганистане на съемках того знаменитого советского мини-сериала. Причем не просто вы снимали в условиях продолжающихся боевых действий, но еще вы там чуть не погибли. Да, была такая история. Для меня, честно говоря, когда я в первые часы оказался в госпитале в Термезе и лежал вместе с ребятами, которые там в моей же палате, там пара ребят, которые только прилетели, привезли их, точнее, с войны, они были в состоянии таком, естественно, шока. Один повернулся и спросил у меня, говорит, а ты, мол, что здесь? Я говорю, ну, знаешь, мне как-то вдруг стыдно стало. Я говорю, ну мы тут кино снимаем, понимаешь? Случайно антенна там, да? Да, как-то кино. Вошла в тело. Да, как-то вот антенна, БТР, поехал туда, там эти, в общем, что-то произошло. В общем, теперь я оказался здесь тоже вместе с вами, или же, вот. А он говорит, ну, понятно, говорит, как будто кино все время. Это была здоровая реакция человека, который видел смерть. А уже на следующий день этот парень повернулся ко мне и говорит, слушай, а ты вчера говорил, кино какое-то? Что за кино-то? Я говорю, о, я про себя подумал, он возвращается, он возвращается в эту суетную жизнь. Александр, тут все вас спросить хотят. Вы теперь после службы. На гражданке куда пойдете? Не знаю, буду крутить колеса индустрии. У вас в фильмографии более ста ролей. Вы человек, который, мне кажется, пережили разные этапы в нашем кинематографе. Вы застали еще тот самый «Золотой век», ну, это там 80-е годы. Потом «Слом эпоха 90-е», возрождение нового кино. Вот если так ретроспективно взглянуть на этот период, вам когда больше нравилось кино сниматься? Вы знаете, я вообще такой романтик от кинематографа, в том смысле, что у меня вообще вот сама атмосфера такая немножко цыганская, такая кинематографа, когда куда-то приезжают экспедиции, и даже сложности, которые в кино. И почему-то вспомнил сейчас мгновенно, мы стоим на трубе, и это львом Лев Борисов, испытание этой трубы, и вдруг свет там по какой-то причине, вот жух, и все. Лев, ну, так остроумный человек, я думаю, что мы как будем тут, а как сползать, как срезать. Мы, как же, плюхнулись потом в грязь, потом испачкались все, вот так, как же, в грязюке были, приехали в гостиницу, и там какие-то замерзшие сосиски какие-то, и мы их жевали вдвоем. Понимаете, вот, ну, романтика вся. Я-то думал, Семенов возьмется и за месяц устранит все недоделки на трассе. По-хорошему, по-хозяйски можно и надо бы закончить. Кстати, хочу вас спросить про современных молодых режиссеров, девушек особенно. Да, девушек. Я знаю то, что вы недавно на киносуде Линфильм снимали сериале «Монохром». Да. Мы его все ждем, такой психологический триллер, нуар. Как вам работала с девушкой-режиссером? Вы знаете, ну, во-первых, этот жанр не совсем мне близок, и так как меня не посвятили во всю эту историю, это правильно, как и Тарковский говорил, что не надо артистам ничего знать. Я вот на этой картине «Монохром» доверился этой молодой, замечательной женщине, которая снимала это кино. Она абсолютно удовлетворилась моим состоянием и моими действиями, моими оценками. Я с удовольствием сам посмотрю. По всей стране только что прогремел масштабный фестиваль китайского кино. В городе Наневе он прошел сразу на нескольких площадках. Показы стали ответом мероприятием на фестиваль российского кино в Китае, который Роскино организовало в августе 2024 года. Отечественные фильмы увидели в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. В Петербурге зрители смогли посмотреть 10 новых китайских картин от фантастики и спортивных драм до фэнтези и исторических лент. На открытии фестиваля китайского кино в кинотеатре «Аврора» побывал Дмитрий Аксенчик. Старейший кинотеатр Петербурга «Аврора» сегодня превратился в портал «Мир кино из Поднебесной». Здесь стартует фестиваль, а начинается он с показа фильма «Пегас-2», один из самых кассовых релизов из Китая этого года. Лента в жанре «Спортивная драмеди» рассказывает об экс-чемпионе Ралли, решившем вернуться в гонки. Фильм не случайно выбран для открытия фестиваля. Китайский кинематограф уверенно выходит на мировую арену, осваивая темы, популярные у широкой аудитории. А фильмы на спортивную тематику в тренде уже десятки лет. Режиссер Юй Бай Мэй своей кинолентой «Китайский пинг-понг. Отпор из тупика» открывал фестиваль в Москве и в Великом Новгороде. Теперь приехал представлять свою работу в Петербург. Меня очень растрогали московские зрители, когда мы показали наш фильм «Москве». Слова, которые говорили мне москвичи после сеанса, практически не отличались от того, что мне говорят зрители в Китае. В Великом Новгороде после показа 60-летняя женщина долго плакала. Самое главное – это разнообразие жанров представленной программы. Там есть и спортивные драмы, и комедии, мелодрамы, исторические ленты, фантастика и фэнтези в том числе. Особое место на фестивале занимают картины, основанные на реальных событиях. Например, фильм «Там, где кончается море», рассказывающий о спасении сирот в трудные годы голода, был признан лучшим азиатским фильмом на языке оригинала на гонконгской кинопремии. Папа, папа, луна зажглась! Третий двигатель взорвался. Луна летит прямо на нас. Фантастический блокбастер «Блуждающая земля-2», где человечество пытается спастись от расширяющегося солнца и падающей луны. Демонстрация технических достижений китайского кино. Критики высоко оценивают графику и спецэффекты. Я всего лишь хочу спасти семью. Не бойся. Я с тобой. Фестиваль показывает, что современные китайские фильмы амбициозны и нередко могут соперничать с кинопродуктами других стран, как в технических достижениях, так и в сценарном мастерстве. А растущий взаимный интерес России и Китая объясняется не только политическими и экономическими связями, но и искренним любопытством к культуре друг друга. В детстве я с увлечением смотрел российские фильмы, особенно картины Эльдара Рязанова. Пересмотрел я почти все его работы, но один фильм я видел, кажется, бесконечное количество раз. Невероятные приключения итальянцев в России. Это кино, которое нашло отклик во мне и оказало на меня глубокое влияние. Семья, дружба, ответственность и стремление к мечте – близкие и понятные нашему зрителю темы, которые в исполнении мастеров из Поднебесной обретают особый колорит, что делают китайские фильмы по-настоящему интересными для российской аудитории. Среди заметных новинок отечественного кинопроката начало последнего осеннего месяца – мощный дебют с недавнего фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. Драма Николая Ларионова «Вечная зима». Кстати, фильм также вошел в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го международного киносмотра в Сан-Паулу, который завершился пару дней назад. События разворачиваются в начале нулевых в Магнитогорске. Родители переживают потери ребенка, каждый по-своему. За общей трагедией скрыты такие социальные пласты бед и потерь, что за отведенный хронометраж даже не успеваешь сообразить, как бывшему аналитику, а теперь режиссеру Николаю Ларионову, удалось снять такое киновысказывание. Зачем смотреть суровое уральское кино про горе, спросим кинокритика Юлию Шампарову. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Я знаю, что вы были в Геленджике на кинофестивале «Маяк» и видели фильм, о котором мы с вами сегодня говорим. Вот почему так важно нам посмотреть именно это кино с «Маяка»? Это, на самом деле, очень сильная такая работа Александра Ровука. Мне кажется, она вполне могла претендовать на лучшую мужскую роль на «Маяке». Мне кажется, что Ларионов здесь, будучи автором сценария, режиссером, показывает эту скорбь мужскую, которая не принята в обществе, которую принято скрывать за агрессией, за стремлением к насилию, за попытками мести и так далее. Но, тем не менее, это, без сомнения, удачная работа с очень интересными образами, которые создают актеры, с умным, тонким сценарием, которую я призываю вас посмотреть с огромным удовольствием. От сурового уральского кино к сериалу «Скандалу». Сегодня в нашей постоянной рубрике «Сериальный конвейер» поговорим об одном из самых ожидаемых отечественных телепроектов осени – драме «Дайте шоу». Сериал показывает изнанку скандальных телешоу, поднимает острые социальные темы, бессилие людей, пострадавших от насилия, разрушительного влияния медиаполя, трудности честной борьбы за справедливость. Проект также затрагивает тему культуры отмены и представляет неприглядную сторону жизни звезд шоу-бизнеса и их продюсеров, которые жертвуют многим ради своих подопечных. Главной роли в сериале «Дайте шоу» исполнили Милош Бикович, Анастасия Красовская, Олег Савастюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина и другие. В сценах ток-шоу в качестве экспертов зрители ждут звездные камео «Завсегдаты» и телевизионных эфиров от Арку Шанашвили и Никиты Джигурда. А в сериях с музыкальным закулисьем Николай Басков, Алсу, Дима Билан, Анатолий Цой и другие. Вы смотрели программу «Окно в кино». Открывайте его вместе с нами только на телеканале «Санкт-Петербург». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!